Впрочем, в предвыборный год, когда кандидаты-демократы безответственно только обещают американским автовладельцам низкие цены на бензин, президент Дональд Трамп вынужден это обещание ежедневно выполнять. До 3 ноября, как минимум. Пока же Трамп, после успешного завершения процедуры импичмента, на подъеме, причем в этот подъем неоценимый вклад внесли его злейшие враги-демократы. Его послание к Конгрессу стало де-факто театрализованной предвыборной речью, которая задала старт избирательной кампании. При этом, отбросив традицию президентов США, переизбирающихся на второй срок, с надеждой расширить свою электоральную базу, Трамп вновь, как и в 2016 году, сделал ставку на мобилизацию своих, еще более жестко и концентрированно сформулировав принципы консерватизма, включая и религиозную компоненту. Импичмент только способствовал такой мобилизации, а его бесславный провал придал Трампу очень важный в американской культуре образ победителя, принявшего вызов и выстоявшего против сонма врагов. Как результат, среди республиканцев поддержка Трампа перевалила за 90%, поддержка деятельности Трампа американцами достигла двухгодичных максимумов, в среднем более 45%, в отдельных исследованиях до 49%. При этом одобрение экономической политики президента достигло 56%, в отдельных исследованиях более 60%. Неудивительно, что на фоне разброда и шатания в демократическом лагере, согласно социологическому опросу университета Мормут, расположенного в штате Нью-Джерси, 27% американцев уверены, что Трамп победит, еще 39% считают, что это более вероятный исход выборов. Итого, сторонников «Интрамп витраст» разной степени оптимизма 66%, или 2 трети избирателей. 22% считают, что Трамп, возможно, проиграет демократу, и только 6% уверены, что обязательно проиграет. Правда, как говорится, не все так однозначно, ибо лишь 42% участника опроса поддерживают Трампа и считают, что он должен быть переизбран. А 55% респондентов заявили, что перспектива победы нынешнего главы Белого дома их не радует, так как руководить страной должен кто-нибудь другой. В то же время, на днях, криптодеривативная биржа FTX запустила токен Трамп 2020, который работает как фьючерсный контракт. Фьючерс позволяет трейдерам открывать длинные и короткие позиции на переизбрание Дональда Трампа и на его проигрыш в президентской гонке соответственно. Если Трамп выиграет выборы 2020, стоимость токена составит 1 доллар, если проиграет – 0 долларов. Теоретически, текущая цена примерно соответствует шансам Трампа переизбраться, и нынешней ночью она составила 64 цента. То есть покупатели исходят из 64% вероятности победы Трампа, что вполне коррелирует с упомянутым выше социологическим исследованием. Что же касается Украины, то здесь Дональд Фредович включил зверя, как называл это привычное по отношению к предателям состояние, старый идеологический соратник Трампа Стив Беннон. Так еще 7 февраля из Белого дома вполне предсказуемо попросили советника по национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана, который стал де-факто спусковым крючком импичмента, написав донос по результатам телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Экс-киевлянина Виндмана вывели с рабочего места 4 офицера. В нашем распоряжении имеется шокирующее документальное видео, впрочем, пока без доказательств, что на нем изображен именно Александр Виндмана. Обнажите головы! Сейчас состоится вынос тела. Отворились дубовые двери, и прах покойного был вынесен на руках родными и близкими. О, Боже, впереди шла вдова! После непродолжительной, но трогательной гражданской панихиды тело покойного было предано земле. Кстати, брат-близнец Виндмана Евгений также был уволен в тот же день с должности в Совете Безопасности. Кроме того, Трамп уволил американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда, частично курировавшего украинское направление, который давал показания против него по делу об импичменте. Сондленд, крупный американский бизнесмен в сфере отельного бизнеса и финансов и вполне интеллигентной еврейской семьи, продемонстрировал весьма короткий и прямой путь от Аиди Шакоп на входе до Шлымазла на выходе. В 2016 году Гордон Сондленд пожертвовал предвыборному фонду Дональда Трампа миллион долларов. В 2018 году был назначен Трампом послом США в Евросоюзе. В 2019 году дал в Конгрессе показания против Трампа. И вот, личный враг Трампа, свободный от лишнего миллиона и государственные службы. Поц. Есть все основания полагать, что следующий на вылет Джордж Кент. Господин Кент, перебравшийся из посольства в Киеве в Госдеп, пусть напрямую и не свидетельствовавший против Трампа, но рассказавший об интригах в украинской власти вокруг американских дипломатов, является несомненным носителем демократической традиции имени Виктории Нуланд, абсолютно неприемлемой для Дональда Трампа. Ну а что сотрудник посольства в Киеве Дэвид Холмс, давший достаточно нелицеприятные для Трампа показания, вполне типичный недоброжелатель республиканцев в составе нынешнего посольства. Исходя из того, что во время своего визита в Киев государственный секретарь Помпея не назвал ни фигуры, ни даты назначения посла в Киеве и спецпосланника по вопросам Украины, а все чиновники 2-го и 3-го круга, так или иначе связанные с украинским направлением, несут на себе печать токсичности с точки зрения Трампа, то точек доступа для контактов с Белым домом или Газдепом у Банковой не так уже много. Впрочем, Соединенные Штаты не единственное направление, по которому дипломатические успехи новой власти крайне сомнительны.